Всем привет! Почти у каждого есть свое коронное блюдо, которое получается лучше и вкуснее других блюд и которое готовится по особым случаям. И я сейчас говорю не о своем блюде, а о блюде своего отца. Он готовит плов в 12-литровом казане на огне. Знаете, это очень интересный и занимательный процесс со своими тонкостями. И наконец-то этот процесс мне удалось снять на свою камеру. Все дело в том, что мой отец пожелал остаться в тени, но вот его творение в виде просто божественного плова не ускользнуло от объектива моей камеры. Плов мы готовили на прошлых выходных на родительской даче. Именно туда мы сейчас перенесемся и вы увидите весь процесс приготовления плова в казане. Мы установили 12-литровый казан на огонь. Налили в него 400 миллилитров растительного масла и раскалили все до высокой температуры. Пока нагревался казан с маслом, нарезали 2 килограмма мяса. У нас это свежая свинина. И теперь будем порционно выкладывать для обжаривания в масле. На данном этапе наша задача не приготовить мясо, а обжарить его, закупорив сок внутри. Поэтому и добавляем мясо порционно, чтобы масло резко не теряло температуру. Мясо вынимаем из казана. А в это время женщины уже нарезали 2 килограмма лука. И теперь высыпаем его в казан. Обжариваем до золотистого цвета. 2 килограмма моркови нарезаем в виде крупной соломки. И отправляем ее к луку в казан. В процессе приготовления морковь должна стать мягкой и легко разламываться шумовкой. Выливаем ровно 3 литра воды. Морковь уже стала мягкой и на этом этапе добавляем обжаренное ранее мясо. Сюда же высыпаем приправы по вкусу. У нас это барбарис, паприка, базилик, куркума или можно взять готовую смесь для плова. В таком виде держим на огне. Примерно 5 минут. Сверху помещаем 5 головок чеснока. И 5 чили перцев в целом виде. Уменьшаем количество дров, чтобы казан с ингредиентами стоял на малом огне 30 минут. Таким образом мы получаем основу для плова, которая называется зервак. Пока готовится основа для плова, у нас есть полчаса, чтобы покачаться на качелях. Надо же как-то нагулять аппетит. Повторяем. Сверху помещаем. О, я Гарри! Повторяем! Рука! Стоять, давай! Стоять, давай! Саняка! Он тебя с Сонью так же встречает. Все! Теперь можно добавить две с половиной столовых ложки соли. И добавить зиру. Растираем ее в ладонях. Содержимое казана держим пять минут на огне. И настало время добавлять рис. Рис важно промыть в холодной воде не менее семи раз, чтобы вода стала прозрачной. И еще очень важное замечание. Как только промыли рис, его сразу необходимо высыпать в казан. В противном случае мы рискуем получить не плов, а липкую кашу. Итак, рис промыли, высыпаем его в казан. И так далее. Добавить соль. И так далее. И так далее. На этом этапе делаем максимальный огонь, чтобы вода полностью выкипела. И еще добавляем зиру. С помощью шумовки делаем горку из риса. Таким образом, вода окажется у стенок казана и быстро выкипит, а внутри рисовой горки образуется достаточная температура для приготовления риса. Вода полностью выкипела. Накрываем казан крышкой и даем 30 минут настояться без огня. На этом приготовление плова можно считать закончено. Раскладываем его по тарелкам и наслаждаемся великолепным вкусом. Желаю вам приятного аппетита! Вы не представляете насколько это было вкусно. Мясо буквально таяло во рту, а пряный рассыпчатый рис давал незабываемый вкус. Если у вас есть возможность приготовить такой рис в казане, то обязательно воспользуйтесь таким рецептом. Вы будете приятно удивлены. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока!